Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы будем анализировать новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. В виртуальном пространстве идет активное обсуждение проблемных вопросов в сфере предпринимательства. Новые виды деятельности и законная продажа в интернете. Минэкономики решила упростить жизнь ремесленникам. И напоследок цены на цветы на центральном рынке Гомеля. А теперь обо всем подробнее. В соответствии с поручением администрации президента на национальном правовом интернет-портале Правобай и правовом форуме Беларуси Форум Правобай идет обсуждение проблемных вопросов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Эта работа направлена на выявление излишних требований, которые предъявляются к субъектам хозяйствования, а также дальнейшее совершенствование контрольной деятельности. И теперь Национальный центр правовой информации собирает предложения по этой проблематике. Для этого на национальном правовом интернет-портале создана страница с обратной связью. А на правовом форуме Беларуси – тема для обсуждения данного вопроса. До 20 марта любой человек, не только представители субъектов хозяйствования, может присылать и выносить на обсуждение свои предложения. Например, связанные с сокращением количества проверок и оснований для их проведения. Или касающиеся излишних административных барьеров, которые мешают бизнесу. И многие другие. Вся подробная информация на сайте. Чтобы оставить свое предложение, нужно зарегистрироваться. Кстати, люди очень активно высказывают свое мнение. Министерство экономики подготовило проект указа о расширении перечня видов ремесленной деятельности. Документ, по мнению чиновников, упрощает условия осуществления 11 из уже имеющихся видов ремесленной деятельности, а также предоставляет право на изготовление 15 новых видов товаров. По новому указу в список ремесленной деятельности включено изготовление следующих изделий. Цветов и композиций, в том числе из растительных материалов, без ограничений в используемых материалах и техниках. Изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в лоскутной технике. Национального белорусского костюма, любых изделий, кроме мебели, из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, растительных материалов местного происхождения, дерева. Изделий ручной работы из любых материалов, таких как браслетов, ваз, горшков для кашпо, обложек, чехлов для телефонов, свадебных аксессуаров и других предметов. Также указ вводит термин «инструмент», что упростит процесс получения безработными гражданами субсидий на приобретение инструментов, необходимых для их ремесленной деятельности. Кроме того, указ разрешает ремесленникам продавать свои товары через интернет. Оксана Крутько, экономист по образованию, пять лет назад зарегистрировалась в качестве ремесленника. Девушка говорит, что самое главное нововведение для нее – это возможность продажи своей продукции через интернет. Ведь сарафанное радио слишком большого притока покупателей не обеспечит. А выставок, на которых бы ремесленники презентовали и продавали свои изделия, проводится очень мало. А в связи с упавшей покупательской способностью, прибыль от занятий ремесленной деятельностью совсем небольшая. Но жаль бросать любимое дело. Поэтому работает в последнее время чуть ли не на голом энтузиазме. Стоимость материала буквально каждый день растет. И себестоимость увеличивается. Хочется хоть какую-то стоимость заложить на то, чтобы заработать. И получается, что этот заработок все меньше и меньше. Но опять же, хотелось бы, может быть, больше каких-то выставок масштабных, на которых будет у ремесленников возможность реализовывать свои товары. За несколько последних лет Оксана успела попробовать себя в разных направлениях. Но все-таки решила, что ее стихия – это изготовление кожаных аксессуаров. Конечно, когда торговля идет слабо, то возникают мысли достать с полки диплом и устроиться на обычную работу. Но все же стремление заниматься любимым, хотя и не очень денежным делом, всякий раз берет верх. Аксессуары из кожи у меня идут и для волос, и какие-то монетницы, ключницы, косметички, иногда сумочки. Это все выполнено из натуральной кожи, кожаной разных фактур. Она абсолютно разная, где-то блестящая, где-то матовая. Материал, конечно же, подорожал. Приходится немножко подымать цену на изделие. Но, опять же, особо не подымешь, потому что покупательская способность невелика. Но к праздникам есть какие-то покупки. В основном это мои постоянные покупатели, которые уже что-то брали, берут теперь на подарки своим близким и родным. И мужчинам на 23 февраля, и женщинам сейчас к 8 марта. Оксана не только создает аксессуары по индивидуальным заказам, но и чутко улавливает веяние времени. Например, сейчас очень популярны монетницы. Или кошельки с удобными отделениями для копеек. Что интересно, все изделия девушка создает на обычной швейной машинке, полученной в подарок еще в ранней юности. Уже тогда она увлекалась пошивом дизайнерских вещей, в том числе аксессуаров из кожи. Есть изделия, которые выполняются достаточно быстро. Выкройки у меня, например, уже готовы, такие как монетницы. Это делается очень быстро, с помощью обычной бытовой машинки, где-то тратится минут 40 на изготовление такой монетницы. Что-то посложнее, такие как обручи для волос. Они делаются из мелких элементов, каждый лепесток делается вручную и формуется на горячей свече. И складывается уже вот в такие композиции. Поэтому на такое изделие уходит примерно 2 часа. Неповторимые аксессуары для волос, интерьерные композиции, тапиарии, новогодние украшения и декорированные елки. Еще одна гомельская ремесленница Ирина Потапенко реализует свой талант в десятках направлений. Вот сейчас, в преддверии 8 марта, Ирина занята изготовлением мыльных сувениров. Приготовила такие, возможно, подарочки для мам, бабушек, наших любимых, подруг, сестер. И этот перечень можно развивать дальше. Допустим, мыло любимой бабушки. Бабушке очень будет приятно получить такое мыло. Оно ароматное, цветное, подойдет в качестве маленького подарочка. Также мыло любимой мамочки. Мамы у нас все любимые и хочется их как-то удивить, их порадовать чем-то. Цветы, пирожные, тюльпаны. Весна все-таки тюльпаны, очень ароматные, красивые. Беспроигрышное направление изготовление аксессуаров для волос. Резинки, зажимы, обручи. Работа кропотливая, но результат потрясающий. Хотя в последнее время, жалуются Ирина, очень выросли закупочные цены на материалы. А пропорционально поднимать стоимость готовых изделий не получается. Сейчас люди экономят, поэтому приходится устанавливать компромиссные цены. Резинки для волос не деформируются, они не боятся воды, влаги. Работа, в принципе, пары резинок довольно сложная делать. Повторить, сделать два близнеца очень сложно. Ну вот получается итог кропотливой работы. Вот такие резинки, которые можно либо по отдельности, либо в паре, на хвостике, на косичке носить. Девчонки с удовольствием носят. Никто обращается вновь и вновь за резинками разных цветов. В этой рубрике мы тоже не уходим от праздничной тематики. Наша съемочная бригада заглянула на центральный рынок, чтобы узнать, сколько стоят цветы и как идет торговля. Выяснилось, что продавцы перед 8 марта особого всплеска спроса на цветы не ожидают. Говорят, что так уже было и в минувшем году. Уже тогда в экономике был спад. И праздничные букеты никто не расхватывал. По сравнению с 2015 реализовали вдвое меньше цветов. Были годы, когда предприятия и организации заранее присылали заказы на букеты. Теперь этого нет. Кроме низкой покупательской способности, спад в праздничной торговле продавцы видят и в увеличении количества цветочных интернет-магазинов. Но вернемся к ценам. В середине рабочей недели они были следующими. Розы от 2,5 рублей до 4, хоризонтемы около 3,5, тюльпаны от рубля до 2, гвоздики 2 рубля. За исключением тюльпанов, все цветы из Голландии. Возможно, к 8 марта закупочные цены на цветы немного вырастут, уточняют продавцы. И, соответственно, увеличатся и отпускные. Но не на много. В среднем один цветок подорожает на сумму от 50 копеек до рубля. На этом у меня все. Наша съемочная бригада поздравляет всех женщин с наступающим праздником. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова